Первый крик, первый вздох, и вот на свет появляется еще один маленький человек. Пациентка перинатального центра Анастасия Ембаева родила дочку с ласковым именем Ульяна. Вместе с папой они называют малышку Булочка и трепетно готовятся к выписке. Мы знали, что если у нас будет именно девочка, то у нас будет именно Ульяна. То есть это такое доброе какое-то имя, поэтому Ульяша, ну ласкательное, скажем так. Поэтому мы сразу хотели Булочку и Ульяшку. Если 18 лет назад имя Ульяна считалось редким, то сейчас оно скорее популярное, отмечают сотрудники перинатального центра. Самарцы, люди с богатой фантазией, в роддомах города рождались рассвет, луна, зима и даже вишня. А совсем недавно, рассказывают неонатологи, в центре появился на свет ребенок, имя которого удивило весь персонал. Мама назвала ребенка Левиафан. Мы заинтересовались с врачами-неонатологами, потому что такое имя слышали впервые. И спросили, что же оно обозначает. Оказывается, оно обозначает морское чудовище. Многие родители называют малышей в честь родственников или знаменитостей. Внимательно изучают характеристику имени. Для кого-то важны религиозные принципы. Леону Андреевичу три месяца. И кажется, спокойнее ребенка по утверждению мамы Татьяны нет. Малыш хорошо питается, много гуляет, гостей встречает с улыбкой и отзывается на имя Леон. А ведь мог быть простым русским парнем Ваней или Гришей. Я хотела назвать Гришей, потому что мне снился сон, что моего сына зовут Гриша. А муж хотел назвать Ваней, потому что у него прадед был Иван, очень хороший человек. И вот он хотел так сына назвать. Мы решили прекратить споры и уже решить, когда ребенок родится, посмотреть на него и сказать, на кого он больше похож. Оказалось, похож на Леона. Столь необычное имя родители дали мальчику из-за того, что он появился на свет в созвездии Лева. И так как и Милев им показалось скучным, малыш стал Леоном. По итогам 10 месяцев этого года в управлении МЗАГС Самарской области зарегистрировано более 20 тысяч новорожденных. Что интересно, мальчиков родилось больше, чем девочек. Рейтинг популярных мужских имен возглавляют Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим. Ну а редкие мужские имена этого года – Савва, Спартак, Стефан, Лукьян, Михаэль, Евсей, Ерофей, Моисей, Корней, Аристарх и Филат. Девочек в этом году обычно называли София, Анна, Ева, Виктория и Мария. В число оригинальных имен попали Августина, Луиза, Рианна, Ада, Аксинья, Акулина, Лукерия, Марфа, Матрена, Амелина, Эльза и Паулина. Следует отметить такую тенденцию, что популярные имена 80-90-х годов сейчас отходят вниз рейтинга. А те имена, которые были редкими, они у нас возглавляют рейтинг имен. Неизменным остается Александр. Он как был в советские времена популярным, он так и остается у нас на вершине рейтинга. Речь идет о таких именах, как Матвей, Данил, Лев, Арсений, Тимофей, Марк, София, Таисия, Майя, Василиса и Варвара. В 80-е годы эти имена присваивали единицам. Сейчас встретить, к примеру, Тимофея или Софию можно практически в каждом классе общеобразовательной школы. Причем на один класс нередко приходится несколько детей с одинаковыми именами. Впрочем, такой же была ситуация с именами Сергей, Алексей, Дмитрий, Елена, Ольга и Наталья в советское время. Родители малышей уверены, любое имя уникально и присваивается ребенку не случайно. Многие верят, что имя влияет на характер, успешность и некоторые способности. Но главное, по словам родителей, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Корреспонденты с обычными именами Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.